Всем привет, мои хорошие! Я приехала к дочке и решила сегодня запустить первый раз посудомоечную машину. Ну, про посудомоечные машины я кое-что изучала на тренингах, когда еще продавала бытовую технику. Кое-что, конечно, позабыла. Почитала инструкцию, посмотрела кое-какие ролики. В общем, все вспомнила. И сейчас вот все, что я смогу, я вам расскажу, чтобы вы знали. Это для тех, кто посудомоечную машину уже имеет или кто собирается приобрести. И вообще постараюсь дать вам интересную, какую-нибудь полезную информацию. Вот, дочку я просила, чтобы она не подключала без меня посудомоечную машину. Вернее, как ее подключили уже установщики, которые мебель собирали. Она уже в сеть включена, в воду включено, все. Но перед первым запуском нужно кое-что сделать. Ну, во-первых, нужно выставить жесткость воды обязательно, залить соль, пропустить машинку в холостую. То есть без посуды, без моющего средства. Просто прогнать ее, чтобы там смылась вся заводская, в общем, как говорится, грязь. Вот, ну что, девочки, у нас посудомойка Электролюкс. Модель я вам сейчас покажу. И сейчас откроем ее. И будем мы сейчас ее уже подготавливать к первому запуску. И, в общем, оставайтесь со мной. Девочки, при покупке посудомоечной машины мы взяли, ну, для первого запуска вообще соль нужна, необходимо. Она нужна при любом раскладе, будете ли вы пользоваться таблетками или отдельно моющими средствами. В любом случае соль, она нужна, так как она не только смягчает воду, она защищает от накипи детали посудомоечной машины. Ну, коротко, что хочу сказать о соли. Во-первых, вот эта специальная соль, она такая вот, ну, крупными такими кусочками сделана. И у нее очистка 99,98% идет. Пищевую соль, например, нельзя туда засыпать, потому что она очищена на 99%. И тот процент, который остается, он уже отложение делает, забивается машинкой и, в общем-то, недолго она прослужит. А что дает соль, что нужно для этого знать? Ну, вот в водопроводной воде много содержится примесей. Соль, кальция, магния, они дают отложение, то есть знаки появляются на деталях. В посудомоечных машинах есть ионообменник, который кальций и магний заменяют на натрий. Вот соль для посудомоечной машины, это есть натриевая соль, которая защищает ионообменник. В общем, это если так коротко, своими словами вам скажу. Вот, и еще почему пищевую соль нельзя применять? Потому что она более мягкая и, если она будет находиться в солеприемнике, в него будет поступать вода и вода смочит только верхний слой соли, который превратится в камень и не растворится. Поэтому на соли экономить не надо. Соль нужно покупать специализированную, которая именно для посудомоечных машин. Ну, финиш, вот как бы это хороший бренд, есть другие бренды, но самое главное, лучше покупайте соли именно в магазинах фирменных, потому что где-нибудь на рынке могут просто подделку вам дать. Вот, ну и мы решили начать использовать таблетки. Вот такие таблетки, они были по акции, мы взяли. Вот финиш тоже как бы нам посоветовали, но это очень хорошее средство. Так, ну и что, открываем нашу посудомоечную машину. Ну, как видите, мы ее еще никак даже не убрали, даже упаковочные элементы, да. Сейчас уберем и посмотрим. Вот такой здесь дисплейчик. И вот здесь на боковинке есть наша модель. Так, ну что, девочки, я достала из машины этого для первого запуска. Здесь три таблеточки есть. Вот такая вот штучка, воронка, это для засыпания соли. Вот эти таблетки в коробочке лежали. И вот такая вот корзина, в которую можно будет закладывать ложки, вилки, ножи. Крышка здесь поднимается, ее можно убрать, если она мешает. Вилки можно вставлять, вот там, видите, перепоночка, чтобы вилки на них стояли. Можно так вставлять. Здесь ручка, можно переносить эту корзинку, на стол поставить и так далее. Вот, ну, в принципе, эту корзинку можно и не использовать. Вот, если вытянуть верхний короб, здесь есть вот такие вот держатели, где можно положить, если небольшое количество ложечки, вилочки, ножики, можно их вот так просто положить. Можно маленькие, там, кофейные чашечки можно положить сюда. Можно бокалы. В общем, это вот держатели. В принципе, есть инструкция, как располагать посуду лучше, да. Здесь вот такие силиконовые держатели. Сюда можно ставить стаканы, вверх дном. Посуда всегда ставится вверх дном, потому что коромысло, которое внизу будет вращаться, оно будет подавать воду вверх, и чтобы омывалась у нас посуда. Вот я взяла для примера стаканчик, то есть сюда стакан ставить, и он не перевернется, его держит, да. И вода вниз подается, омывается, он и сверху будет омываться, и снизу омываться. Если вы поставите посуду любую дном вниз, вода сюда нальется, выливаться она не будет, то есть и промываться тоже она здесь не будет. В этой посудомойке есть еще душ сверху. Бывают посудомойки, где душа сверху нет. Но если есть сверху душ, то это хорошо. Да, еще верхняя корзина, она переставляется по высоте, то есть здесь просто руками подняли. Три уровня высоты, которые поднимается корзина. Вот, я ее сейчас опустила. Если тарелочки высокие, то вот сейчас уже она более-менее станет, да. Вот она опущена. Если внизу высокие, например, тарелки, корзину можно опять поднять. Но это надо приноровиться. Вот раз я, допустим, ее и подняла. Все, я пока ее задвину. Нижняя коромысла находится на днище. Машинка, вижу, грязная. Как раз после заводской надо будет ее смыть. Ну и вот нижняя корзина. Ну и здесь можно ставить также и тарелки, и кастрюльки, и сковородки, все что угодно. Так, я нижнюю корзину сейчас удаляю, уберу просто. А вот она легко, между прочим, на колесико заезжает, и легко выезжает. Все, уберу пока ее. Дальше, что мы видим здесь? Вот это вот у нас ячейка для засыпания соли. Здесь у нас фильтр находится. Здесь тройной фильтр. Значит, его надо будет периодически мыть. Здесь фильтр в фильтре. Получается, что здесь? Фильтр грубой очистки, фильтр мелкой очистки и микрофильтр. В общем, три фильтра, но это, в общем, обычно так и делается в посудомоечных машинах во всех. Все, и в том же порядке. Просто сполоснуть под водой и в том же порядке их закрыть. Все, фильтры закрыты. Отлично. Так, теперь нам нужно засыпать соль. Открываем крышку. Сейчас там внутри пусто, но там будет она всегда находиться вода. Уже когда посудомойка запустится, вода там будет. Но после завода воды там нет. Поэтому перед первым использованием нужно туда на литр воды налить и потом засыпать туда соль. Все, водичку видим уже. Вставляем сюда воронку. Открыли соль. Соль, видите, какая крупная, видно, да? И начинаем засыпать воронку по чуть-чуть. Немножко ждем и сыпем дальше. Лишняя вода будет выливаться, это ничего страшного. Если не ошибаюсь, сейчас около килограмма соли примерно туда помещается. Так, я соль уже вижу. Возможно, этого уже и достаточно. Сейчас посмотрим. Ну все, соль уже виднеется. Я ее вижу. Закрываем крышечку. Все, отлично. Соль там, где попала, я сейчас буду делать холостую, хотела сказать, стирку, холостую мойку. И соль, это, в общем-то, она смоется. Ну, в принципе, ее можно и убрать. В общем, полтора килограммовая пачка, где-то примерно пол пачки туда ушло. Дальше, что мы здесь видим? Здесь видим две ячейки. Вот это для засыпания моющего средства, либо таблетку мы ложим сюда. А здесь ополаскиватель должен находиться. Но если вы используете таблетку, то ополаскиватель не обязательно. Но, опять-таки, смотрите, у всех разная вода. И если у вас разводы остаются на посуде, то тогда лучше все-таки использовать ополаскиватель. Здесь есть настройка ополаскивателя от одного до четырех, я вижу, с плюсиком. То есть, можно настроить больше, меньше, сколько ополаскивателя. Это если вы его наливаете, жидкий ополаскиватель сюда. Все. У нас идет ремонт в доме. Не обращайте внимания на лишние звуки. Девочки, итак, вот наша панель управления. Здесь у нас находится кнопка пуск. Мы ее нажмем. Загорается дисплей. Для того, чтобы в пользовательский режим войти, вот эти две кнопочки нужно нажать и удерживать. Загораются четыре кнопочки, начинают мигать. Мы выбираем первую. Это часики со стрелочкой. Здесь по умолчанию идет заводская настройка 5L. Уровень жесткости 5. И когда мы начинаем вот здесь нажимать, мы уже выбираем уровень жесткости, который нужен нам. То есть, от одного до десяти. Вот выбираем нам нужный в Ростове 7 уровень жесткости. И подтверждаем это. Выключаем настройку. То есть, выключаем полностью машинку. И заново включаем. Если мы хотим проверить, правильно ли у нас сделана настройка, мы опять удерживаем две кнопки. Выбираем первую. 7L. То есть, все у нас настроено на 7, на уровень жесткости 7. Это то, что касается по нашему южному региону. Ну и все. Теперь можно будет запустить холостую мойку. Сейчас я выключу. И заново включу. Это у нас идет отсрочка. Вот это кнопочка отсрочка старта. Выбираем, что нам нужно. Нужно или не нужно. Тут до 24 часов идет отсрочка старт. Если мы хотим, чтобы ночью запустилась машина, у кого-то ночной тариф, то можно выбрать любой из них. Все. Но нам нужно сейчас выбрать программу. Программа 2. Это идет автопрограмма. Ну вот мы ее сейчас и запустим. Моющего средства нет, посуды нет. Но нужно, чтобы посудомоечная машина просто помыла сама себя внутри. Закрываем машину. Время мойки 2 часа, 2 минуты. Но эта автопрограмма в принципе сама может регулировать время мойки и также температуру в зависимости от степени загрязнения посуды. Ну, в общем, я поставлю сейчас такой режим. Пусть она сама там решает, как ей там помыться. Вот, загорелся луч на полу, загорелся красного цвета. Вот пока луч горит красным, то, значит, машина идет в процессе мойки. Когда загорится зеленым, то, значит, уже закончился режим мойки. И если красный мигает, то, значит, какая-то неисправность. Вот, все. Будем ждать, пока лампочка эта не погаснет. Я слышу звук. Пошла вода. Будем ждать. Так, машина что-то начала пикать. Какая-то ошибка. Так, надо разобраться. Я смотрю, что она там как-то побрызгала водичкой немножко и даже не намочился верхний короб. Итак, девочки, я машинку выключила. Почитала в инструкции, что за ошибка. Оказалось, что я забыла просто открыть вентиль воды подачи. У нас же устанавливали, вентиль был закрыт. Я его открыла. Теперь я заново включаю. Вот. Ну, я решила выбрать программу вот 60 градусов 30 минут. Эта программа побыстрее. Она меня больше всего устроит. и так. У меня незаконченная программа. Но как ее сбросить, я еще пока не знаю. Я открыла вентиль и теперь я хочу продолжить программу. Она у меня уже запустилась. Вот видите, прошло там 5 минут от начала и время выставлено. То есть незавершенная программа. Ну, закроем, посмотрим. Пусть завершается. Ну, что, девочки. Мойка идет, продолжается. Лампочка горит. И если вам слышно, как вам слышно, звук журчания воды. В общем-то, я слышу звук журчания воды. Ну, я бы сказала, это не громкий звук. Вот сейчас тишина. Сверлить пока перестали. Вот мы слышим просто журчание воды. Девочки, я смотрю, приоткрылась дверца. То есть машина как бы закончила свою работу. Приоткрылась дверца. Но она у нас приоткрывается. Она должна приоткрываться. То есть происходит сейчас сушка. Что я вижу? Лампочка красная еще горит. На дисплее было сейчас 25 минут остаток времени. Сейчас уже 23 минуты остаток времени. И если я правильно понимаю, то сейчас происходит сушка. Горячий воздух оттуда выходит. Заходит холодный. Идет обмен воздуха. И таким образом происходит сушка. Я сейчас подожду до конца уже, когда закончится время. И тогда уже, собственно говоря, посуды-то нет. Можно открыть и посмотреть. И еще что я в инструкции вычитала. Если дверь открылась, то закрывать ее можно не меньше, чем через 2 минуты. Чтобы не было сбоя в программах. И чтобы не испортить машину. То есть это задумано так уже производителями. Так, ну и что я тут вижу? Я вижу, что машинка вся омылась, помылась водичкой. Но так как это все было без моющего средства, поэтому ничего страшного. Дозатор, я смотрю, открыт. Но он и должен быть открыт. Уже он открывается. Оттуда должна, по идее, выскакивать таблетка. Но таблетки не было. Поэтому все нормально. Ничего страшного. В общем, вся она мокрая. Все помылось, обмылось. Ну и в общем... О, все. Теперь по нулям. Теперь по нулям. И внизу на полу я вижу зеленый свет горит. Значит, все. Получается, что 2 минуты прошли. И теперь можно будет уже закрыть дверцу. Ну, собственно говоря, пока мы ее закроем. Сейчас я найду посуду, которую хочу помыть. Как бы старая посуда. Посмотрим, как она помоется. Сделаем цикл мойки с посудой. Итак, девочки, я достала вот такую таблетку в финиш. Это финиш. Сейчас я сниму с нее оболочку. И мы положим ее вот в этот отсек. Оболочку снимем. Все, я положила ее в отсек. И теперь я его закрываю плотно, чтобы он защелкнулся. Так, ополаскивателя у нас сейчас на данный момент нет. Но я как раз и посмотрю, он нужен будет, не нужен. Хотя это будет лучше видно на стекле. Девочки, нашла я старые кастрюльки. Кое-какую посуду, там, где видно, загрязнение имеется такое, знаете, давнее. Ну, вот здесь вот это вот загрязнение. Обычно бывает в кастрюлях, сковородках, вот в таких местах, вокруг ручек бывает загрязнение. И вот здесь на данный момент, видите, остался налет. Это налет, по-моему, ну, вообще от компота, это такое, что вот мыть надо, трудно. Ну, мы сейчас помоем, попробуем, как у нас посудомойка это помоет. Вот эту кастрюльку тоже, видите, налет в ней есть. Тоже видно, здесь загрязнение есть по каемочке, где ручка тоже вот есть загрязнение. Ну, донышко тоже, естественно. Дальше я нашла вот такой стакан. Ну, вот здесь вот донышко видно, да, тоже есть такой налет старый, который тоже надо чистить. Вот, не знаю, нашла вот такой ковшик. Ну, обычно в этом ковшике дочка раньше яйца варила, сейчас он просто лежит. Ну, вот он такой вот грязный, тоже не чищеный, тем более в нем антипригарный налет. И вот я, кстати, не знаю, стоит или не стоит такую мыть, что с ней будет. Но если она испортится, ничего страшного, все равно это на выброс пойдет. Вот, и вот такой контейнер, тоже старенький контейнер, тоже он такой, видите, уже замутнивший, посеревший. Мне просто интересно, ну, насколько он отмоется, станет он чище или как он будет выглядеть. Но это тоже контейнер, который, в общем-то, не жалко. Так, если у меня остановится еще и крышка, тоже вот на крышке есть по краям налет, тоже нужно ее помыть. Установлю тогда крышку, если она сюда поместится сейчас. То есть я беру, в общем-то, кастрюли, ну, большие довольно-таки приборы. Тарелок грязных у меня сейчас нет, поэтому я решила, в общем, сделать, так сказать, первый запуск, первое мытье посуды именно вот с кастрюлями, так как в них чаще всего вот эти вот налеты остаются. И моем мы их не каждый раз, отдираем не каждый раз. Я очень ждала посудомойку, когда установят. Специально не чистила, чтобы посмотреть, чтобы было видно, насколько справляется посудомойка с этими всеми проблемами. Но эта кастрюлька, скорее всего, не поместится сейчас. Ладно, сейчас установлю и покажу, что у меня получилось. Ну и так, девочки, в верхней части у меня поместилась кастрюля одна широкая и вот этот ковшик. Здесь вот этот держатель для стаканов. Вот в него как раз ставится стакан, чтобы он держался хорошо, не переворачивался. Здесь вот такие держатели, где можно, вот если не помещается корзина, положить ложки-вилки. Ну, в принципе, у меня все ложки-вилки очищены. Вот я только одну нашла ложечку, где здесь, вот видите, потемневшая на ручке. Это такая вот старая ложечка. Поэтому я их положу вот сюда. И пусть они вот тут у меня лежат. То есть, вот верхнюю корзину я загрузила. Все, я ее отправляю. Все ушло. И как раз в нижней корзине, вот с одной стороны здесь держатели, вот эти вот, они складываются. То есть, я их сложила и поставила спокойно большой, огромную вот эту вот кастрюлю. Вот эта кастрюля у нас тоже, ну, она внутри как бы чистая, а здесь она, у нее вот такой налет. На крышке вот здесь мы видим налетно-прозрачный. На этой крышке я вам показала. То есть, вот так вот крышки у меня с одной стороны, с другой стороны стали. Ну, и вот тут еще поместилось вот этот пластиковый контейнер. Ну, в общем, больше мне пока сейчас сюда ставить нечего. Поэтому то, что есть, то я и отправляю сюда на мойку. Я ставлю режим авто. Автомойка, в общем-то, она мне больше всего нравится, этот режим. Там все-таки программа сама выбирает. И время мойки, и температуру. Все идет автоматически. И температура от 45 до 70 градусов. То есть, в зависимости от степени загрязнения посуды. Ну, вот пускай машинка и думает. Включаю машинку. П1. Мы выбираем П2. То есть, программа 2. И все, закрываю. Таблетку положила. Все, пусть работает. Итак, девочки, процесс мойки завершен. Программа показывала 25, сейчас показывает 22 минуты. Вернее, ну да, 22 минуты, которые осталось до конца. Вот, лампочка только что горела красным, теперь горит зеленым. В принципе, если нужно уже достать посуду, то можно достать. Она может быть горячей. Нужно быть поосторожнее, поаккуратнее. Вот. Ну, я думаю, что сейчас, пока я спешить не буду, еще чуть-чуть подожду. И тогда уже открою и посмотрим результаты мойки. Вот как раз-таки вернулась сейчас дочка с внуком. И мы сейчас вместе посмотрим результаты мойки. Так, ну все, девочки, машинка сама уже выключилась. Пока мы тут ходили, уже прошло минут 10 или даже 15. Минут 10 или 5 прошло, машинка выключилась сама. Лампочка перестала уже на полу гореть. Вот. Ну, что мы открываем и смотрим. Ну, я вижу, что днище вот этой вот кастрюли, оно не отмылось. Но, о, красота! Вы видели, какой был налет вот здесь по краям вот этой кастрюли? Ну, здесь едва-едва где-то осталось чуть-чуть. Но это после первой помойки, как говорится, уже отмылось все довольно-таки хорошо и красиво. Если еще второй раз будет помойка, а при том, если включить не автопрограмму, а программу на 70 градусов, долгоиграющую, тогда уже отмоется все. И если вы будете использовать не таблетки, а отдельно моющие средства, то тогда тоже все гораздо лучше будет отмываться. Ну, и тем не менее, этот результат тоже мне уже вполне даже нравится. Вы видели, когда на краю вот этой крышки был какой желтый налет, да? Посмотрите, едва осталось местами, но в основном крышка стала чистая. При том, что мы не использовали сейчас ополаскиватель, просто таблетку положила и все. Но я не вижу разводов. Разводов нету, но чуть-чуть только есть разводы. Все-таки малеха есть. Значит, если будет ополаскиватель присутствовать, то тогда будет крышка еще чище и еще не будет, вернее, стекло будет еще чище и не будет вообще-вообще разводов. Так, ну и ладно, смотрим дальше. Днище, конечно, у нас не отмылось, но чуть-чуть только. Но внутри кастрюля чистая белая. Все, мне нравится. Так, ну здесь тоже чуть-чуть еще осталось. Кастрюля стала чище, но все-таки еще местами желтенькие вот эти пятнышки остались. Их стало меньше. Но все равно, девочки, это лучше, чем тереть пималюксом руками, драить вот эти кастрюли. То есть второй раз запустить, либо мощнее программу. Я бы, наверное, все-таки предпочла для именно вот таких сильно загрязненной посуды отдельные моющие средства. Моющие средства, которые порошком или гелем насыпаются. И поставить уже долгоиграющую программу, даже не автопрограмму, а самую длительную программу или самую интенсивную программу на 70 градусов. Так, посмотрим это костюля. Да, вот чуть-чуть там осталось. Стало меньше все-таки, но чуть-чуть налет остался. Но это тоже касается того, что я уже сказала. Желтая чуть-чуть осталась местами. То есть это нужно будет все-таки повторить и либо уже включить все-таки больше. Но я бы и больше времени поставила, и больше температуры. Тогда все у нас будет лучше. Так, что касается пластика. Пластик стал чище. Я не знаю, вам заметно или нет, но каким он был, он был немножко пожелтее. Сейчас он стал почище. Но в любом случае он отмылся лучше, чем я бы мыла пемолюксом. Я думаю, так. Все, он стал все-таки лучше. Так, посмотрим сюда. Стакан, я вам говорила, на донышке стакана вот был налет. Немножечко он все-таки еще остался. И я бы все-таки эту программу, не эту программу, вернее другую, я бы повторила. То есть вот такая сильно загрязненная посуда. Делаем вывод, да? Ее нужно мыть все-таки не на автопрограмме. Притом, я не знаю, видно вам или нет. Вроде так кажется, что разводов нет. Вроде чистый стакан. Но если все-таки будет присутствовать ополаскиватель, то стакан будет вообще скрипеть. И разводов совсем-совсем не будет. Потому что ополаскиватель смягчает воду. И это вот уже такая, знаете, вода будет как отталкиваться. Теперь вот эта ложка. На этой ложке, я говорила вам, да? Здесь вы видели, черное было чуть-чуть, и оно все-таки чуть-чуть и осталось. Но сейчас даже если вот немножко помыть руками, потереть чуть-чуть, оно тогда отмыться. Но все-таки, нет, я вот вижу, ложка не отмылась. Нужно будет ее перемывать. Перемывать все-таки ее нужно будет. Так, ну, вилка была почище. Вилка чистая, хорошая. С вилкой все нормально. И посмотрим здесь теперь. Так, на ковшике, я смотрю, налет смылся почему-то местами, а местами нет. Но, может быть, этот ковшик, он все-таки не стоял именно в том месте, где хорошо била струя. Вот там, где она хорошо била, значит, там и отмылся ковшик. А местами не отмылся. Так, ну и в конце концов, вот эта кастрюля. Тоже вот вокруг здесь ручки. Вокруг вот этой каемки были тоже желтые пятна. И они уже почти отмылись. Но опять-таки, немножко все-таки точечки остались. Не до конца отмылась. Вот, ну, тут она практически была чистая. Это она уже подцарапанная от старости. Но отмылась, скажем так, наполовину, но не до конца. Что касается сухости, посуда практически сухая. То есть, немножечко капельки еще остались. Но единственное, на пластике, конечно, вода остается. Это всегда так. Там нужно просто специально, там уже другая программа. А вот это кастрюли все, они все сухие. То есть, они высохли. Чуть-чуть капельки остались, но практически посуда вся высохла, вся сухая. В общем, для ежедневной мойки прекрасная эта посудомойка. Тем более, что она экономит воду. Ну, представьте себе, вот огромное количество посуды перемыть, собственно говоря, в ведре воды. То есть, машина берет примерно, ну, от 8, скажем, до 12 литров воды. Это в зависимости от программы. Грубо говоря, в среднем это 10 литров ведро воды, грубо говоря. Да? И ведром воды перемыть вот эту всю посуду, это, конечно, большая экономия воды. При том, вашего времени и ваших сил, и ваших рук, высокая температура, плюс агрессивные моющие средства помогают, конечно же, нам справиться с посудомоечной проблемой. Тем более, когда обычно люди решают, кто будет мыть посуду, никто ее мыть не хочет. Посудомойка, конечно, в этом плане очень хороший помощник. Поэтому я рада, что дочка приобрела посудомоечку. Мы будем ею пользоваться, мы будем ее осваивать и разные программы будем пробовать. В итоге мы, я думаю, и я уверена, что мы добьемся все-таки отличных результатов мойки уже в процессе опыта. Ну, вот и все, мои хорошие. На этом я хочу свое видео завершить. В общем, вот такое получилось у меня знакомство с посудомойкой. Посудомойки я продавала, о них рассказывала. Ту информацию, которую я получала на тренинге, я ее рассказывала людям. Но сама посудомойкой я на самом деле никогда не пользовалась. И вот теперь я с удовольствием буду ей пользоваться вместе с дочкой. Буду осваивать что-то новенькое. И что-то интересное, может быть, буду вам рассказывать уже в дальнейшем. Сейчас мы просто попробовали, как говорится, методом проб и ошибок. Пробные шары закинула я. И, в общем, я очень рада, что посудомойка появилась. Буду с удовольствием ею пользоваться. Ну, я думаю, что еще по посудомойке я где-то что-то, может быть, буду рассказывать во влогах. Или отдельное видео. Если что-то будет интересная, какая-то информация для вас, я расскажу. Ну, все, мои хорошие. На этом я хочу с вами попрощаться. Кому видео понравилось, кому было интересно, полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok